Автомобили с правым рулем в Казахстане узаканивать не планируют. Как сообщили в МВД, легализация коснется только транспортные средства с иностранными номерами, ввезенные до 1 сентября в три из третьих стран. Ранее некоторые водители праворулик потребовали поставить на учет их машины, ссылаясь на поручение президента, озвученное в послании. Грозит ли теперь автолюбителям штраф за нелегальный ввоз транспорта, выяснял Дамир Анитов. Десятки водителей праворулик с иностранными номерами не могут оформить свои авто. Они пригнали железных коней несколько месяцев назад. Однако ездить на территории нашей страны на таком вновь ввезенном транспорте по закону запрещено. Я купил эту машину не от того, что делать нечего, а приобрел за многомиллионный кредит. Сейчас на нашем отечественном рынке очень мало машин по адекватной цене. Сколько машин завезли с правым рулем? Их спокойно оформили, колесят по Алматы спокойно. Нам запрещают, мол, запрещено законом. И что нам делать тогда? Впрочем, запрет на ввоз транспортных средств с правым расположением руля в стране действует 2018 года. Чем руководствовались водители, покупая праворульки за границей и пытаясь их оформить в Казахстане, остается загадкой. Итак, какое авто не подлежит легализации? Везенные после 1 сентября, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, праворульные, а также не прошедшую полную таможенную очистку, без регистрационных и правоустанавливающих документов. Если ваша автомашина чиста и не попадает ни под один из этих критериев, то оформить транспорт можно быстро, без волокиты и лишних трат. Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться в тех же сроках. Уже сформированы списки автомобилей, везенных в страну до 1 сентября текущего года. На сегодня МВД и другими государственными органами разрабатываются способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Разовая акция должна раз и навсегда покончить с незаконным ввозом авто, считает автоэксперт Эдуард Эдоков. При этом у него двоякое ощущение касательно утильсбора по заниженной цене. Нерадивых автомобилистов прощают очередной раз, и они оплачивают не то, что все мы оплачиваем, а какую-то минимальную сумму. Да, и с точки зрения вот этих людей, это, конечно, замечательно. То есть он должен был заплатить 2 миллиона, заплатить 200 тысяч. Просто прекрасно, да. Но с точки зрения тех, кто законопослушный граждан, которые завозили автомобили и плакали, но платили, здесь возникает вопрос, а что так можно было? При этом в МВД заверили, что открывать сезон охоты и штрафовать водителей праворулик и авто с иностранными номерами, завезенных в этом году, не будут. Но только до 1 января. Домир Анитов, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.